МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почти миллион 868 тысяч избирательных бюллетеней для голосования на досрочных выборах губернатора изготовят на Алтае. Число утвердил сегодня край избирком региона. В бюллетене разъяснено, как правильно его заполнять. Фамилии зарегистрированных кандидатов будут располагаться в алфавитном порядке с указанием места, года рождения и родозанятий, политической принадлежности, наличия судимости. Если зарегистрированный кандидат выдвинут избирательным объединением, вносится слово «выдвинут» с указанием партии. Напомним, что действительным считается только тот бюллетень, в котором проставлена лишь одна отметка напротив фамилии кандидата. Трое из шести выдвиженцев на пост губернатора края сегодня официально подали документы на регистрацию в качестве кандидатов. Это в Рио губернатора Виктор Томенко, Владимир Семенов от ЛДПР и Людмила Суслова от «Справедливой России». Все трое смогли преодолеть муниципальный фильтр, то есть собрать в свою поддержку максимальное число голосов местных депутатов и глав поселений. За ходом процедуры регистрации наблюдала наша корреспондент Валентина Аскерова. Краевой избирком 10 утра. Первым полный пакет документов для регистрации сдает в Рио губернатора Виктор Томенко. Он сдал в комиссию 560 подписей депутатов и глав поселений. Это даже на 26 больше, чем требуется. Это не только как кредит доверия, но расцениваю это уже как поддержку тех основных направлений развития Алтайского края. Я заявился в качестве кандидата, поэтому рассчитываю на поддержку жителей Алтайского края. Также Томенко сдал сведения о трех кандидатах, один из которых в случае победы на выборах займет сенаторское кресло. В списке экс-глава региона Александр Карлин, действующий сенатор Михаил Щезинин и в Рио первого вице-губернатора края Александр Лукьянов. Владимир Семенов, выдвиженец от ЛДПР, подоспел следом за Томенко. В его сенаторском списке депутаты АКЗС Евгения Боровикова и Ирина Шудра, депутат Барнаульской гордумы Дмитрий Ворсин. В копилке Семенова также, как и у его соперника, 560 подписей местных депутатов. Правда, отметил политик, их сбор дался с большим трудом. Собрать 560 подписей – это архисложная задача в Алтайском крае. Вы это сделали? Да, подписи собраны. Я надеюсь, что буду зарегистрирована в качестве кандидата. И как только это произойдет, приступлю к агитации. Будем ставить задачу на победу. И еще один, третий кандидат на пост губернатора сегодня прибыла в Крайсберком. Число подписей в поддержку Людмилы Суслова от «Справедливой России» не меньше, чем у выдвиженцев мужчин. 560 голосов. В Совет Федерации предложены депутат АКЗС Александр Молотов, учительница Елена Афанасьева и депутат Гордумы Бийской Елена Речкова. Это первый мой опыт подачи документов на такой высокий уровень выборов на пост губернатора Алтайского края. Сказать, какие прогнозы, пока сложно. Только начали мы работать. Завтра Крайсберком планирует посетить и политик Андрей Крылов от партии «Роста». Придут ли еще два выдвиженца – «Яблочник Виктор Рау» и журналист Сергей Сущевский – неясно. Время на подачу документов истекает 28 июля в 18 часов. Затем еще в течение 10 дней Крайсберком может проверять полученные сведения и только после этого официально регистрировать кандидатов на выборы. Кто из них продолжит предвыборную гонку, станет известно не позднее 7 августа. Валентина Скирова, Анастасия Бертенева, Павел Лаурнин. Наши новости. К другим темам. Более 40 тысяч детей отдохнут в загородных лагерях Алтайского окрая в третью смену. В 26 оздоровительных учреждениях заканчивается второй сезон. Еще 45 приступили к третьему. Для детей предусмотрены разнообразные программы отдыха. В лагерях имени Юрия Гагарина, Березка, Кристалл, Колос и Крылатых с 10 по 15 августа пройдет информационная кампания на встречу безопасности. Детям напомнят правила поведения на дороге, расскажут о пользе светоотражающих элементов. Также пройдут дни безопасности. Школьники отработают навыки действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Кроме того, в лагерях будут работать правовые и спортивные площадки. Пройдут акции «Отцовский патруль», «Летний лагерь территория здоровья» и другие. Отметим, что всего за лето отдохнут почти 175 тысяч детей. А в вузах края завершилась приемная кампания. Примечательно, что несмотря на многочисленные попытки со стороны профильных ведомств повысить престиж рабочих специальностей, в топе самых популярных профессий продолжают оставаться другие направления. Но насколько они востребованы на рынке труда, расскажет Юлия Демидова. Накануне завершился срок подачи документов на зачисление в вузы. На 6 тысяч бюджетных мест пришлось 45 тысяч заявлений от абитуриентов. То есть практически 10 человек претендует на одно место. Среди лидеров – технические и классические университеты. Желание там учиться изъявила половина поступающих. Следующими в топе идут педагогические и медицинские вузы. Наибольший конкурс – несколько десятков человек на место среди будущих чиновников, а также по-прежнему экономистов и юристов. К сожалению, продолжает сохраняться ажиотажный спрос на финансовые направления. То есть все, что связано с экономикой, государственное и муниципальное управление. А это вот у нас конкурс 40 и выше. Конечно, для кого-то это профессия мечты, но вряд ли сейчас абитуриенты задумываются, что после окончания вуза их будет ждать совсем другой конкурс. Дело в том, что рынок труда юристами и экономистами перенасыщен. Значительная доля соискателей приходится именно на представителей этих профессий. По данным службы занятости, на одну вакансию бухгалтера претендует несколько человек. На рынке труда экономистов и юристов предложение превышает спрос более чем в два раза. Например, сегодня в Краевом банке вакансий заявлено 360 вакантных рабочих мест по профессии бухгалтер, в то время как соискателей таких порядка 700. Аналогичная ситуация наблюдается и со специалистами юридического направления. А между тем растет спрос на квалифицированных рабочих. 65% всех вакансий в Крае – это места для поваров, слесарей, фрезеровщиков, операторов и наладчиков сельхозоборудования. Стабильно требуется медицинский и педагогический персонал. В последнее время выросла потребность в IT-специалистах. Справедливости ради стоит отметить, что Минобразование отвечает на эту тенденцию. Снижает количество бюджетных мест для экономико-юридического направления и всячески повышает престиж рабочих и инженерно-технических специальностей. Как результат, еще 4 года назад разрыв между спросом на экономистов и предложением был значительно больше. Вакансий в этой сфере было в 4 раза меньше. Юлия Демидова, Андрей Печоркин, Наши новости. Поспорила на 100 тысяч рублей и пешком отправилась в путь из Барнаула в Бийск. Жительница краевой столицы уже третий день в дороге. Виктория, так зовут девушку, на своей страничке в социальных сетях рассказала, что между ней и друзьями возник спор. И чтобы ей выиграть, нужно преодолеть 160 километров пешком. В среду Вика вместе с товарищем отправилась в путь. По дороге она снимает небольшие видеоприветствия, таким образом сообщает о своем авантюрном путешествии. Видите, табличка, Троицкий район. Мы уже скоро. Ребята рассказывают, что довольно часто останавливаются машины и водители предлагают подвезти. Но спор есть спор. К тому же на кону приличные деньги – 100 тысяч рублей. Если идти по 8 часов в день со скоростью 5 километров в час, то до Бийска Виктория и ее попутчик доберутся к концу этой недели. Почти год без крыши над головой остается семья из Рубцовска. В конце 2017-го их жилье пострадало из-за взрыва газа в соседней квартире. С тех пор четверо рубцовчан, в том числе двое маленьких детей, ютятся в летней бане у родственников. И продолжают надеяться, что власти все же сдержат обещание предоставить им новое жилье. Тему продолжит Илья Кочетков. Хлопок газовоздушной смеси в доме барачного типа произошел 28 октября 2017 года. Из четырех квартир пострадали две. Первая, в которой и случился взрыв, была уничтожена полностью. Проживавшие в ней мужчина и женщина погибли. Вторая квартира пострадала частично. Ее постоялец Павел Малюков тогда чудом избежал гибели. Власти Рубцовска обещали, что семью не оставят, помогут с жильем. Предлагали Малюкову на рассмотрение два варианта – восстановить поврежденную квартиру или предоставить новую. В качестве временного жилья предложили общежитие, но Малюкову от переезда в маневренный фонд отказались. Комната всего 20 квадратов. В итоге перезимовали у родственников, летом переехали в баню. Все это время ждали от властей города помощи. Но те, три месяца назад, рассказывают Малюковы, попросту снесли поврежденную часть их родного дома. Семье взамен ничего не дали. У нас сейчас ребенок первый класс пойдет. Нам ни спать, ни жить негде. Вообще ни места нету, ни жилья. Ну что делать нам? Прокуратура пишет, все нормально. Администрация отписывается, все нормально. Межведомственной комиссии на этот дом не было. Они незаконно это все снесли. Семья стоит в очереди на получение социального жилья. По счету 180-е. Но надежды получить его нет. С 2005 года дома в Рубцовске по социальным программам не строят. Отстоять право на получение жилья за счет городских средств в Рубцовском суде не удалось. Не поддержал. Малюковы намерены обратиться в Краевой суд. Другого выхода пострадавшие не видят. Ведь скоро придут холода, а зимовать людям по-прежнему негде. Илья Кочетков. Наши новости. У трех алтайских заказников появились новые автомобили. Сегодня егери Лебединого, Корниловского и Кислухинского заказников получили ключи от везде проходимых фургонов. Три автомобиля поступили в подарок от «Газпрома». В Министерстве природных ресурсов говорят, что сейчас машин хватает. Но периодически автопарк придется обновлять. Сейчас в нем числится 8 автомобилей и 7 снегоходов. С точки зрения труднодоступности данных участков, особых климатических условий, которые приходится трудиться сегодня и нашему персоналу, и той технике, которая содействует нам в организации работы. Понятное дело, что частые выходы из строя. И для этого нам необходима более проходимая техника, современная. Современные художники посмотрели на творчество и жизнь Василия Макаровича, что называется по-новому. В галерее Республика ИЗО открылась необычная выставка под названием «Палитра героя». Этот проект организован при поддержке Фонда возрождения национального культурного наследия имени Шукшина и гранта президента страны. Десять дней современные художники, в основном московские, провели на родине Василия Макаровича в сростках, наблюдали за местными жителями, их привычками и поведением. На основе этого авторы и создали свои произведения искусства. Сложно воспринимать видео, аудио, звук или какие-то там медиа вещи как произведение искусства. Но оно так и есть на самом деле. Такая современная выставка в Барнауле, возможно, будет не совсем понятна, но для этого мы ее и привезли. Фотохудожник из Новосибирска Евгений Иванов был для сростенцев нежданным гостем. Он заходил в дома местных жителей с порога, просил их ничего не убирать и не переставлять. Делал панорамные снимки и после оформлял их в своеобразные абажуры. Евгений придумал такую вот историю, чтобы мы, когда эту выставку смотрим, его панораму, как будто бы оказывались в этом доме. Шукшин – палитра героя. Эта выставка уже побывала в Санкт-Петербурге, Уфе. Впереди Москва, Новгород и Красноярск. Напомним, сейчас экспозиция работает в Барнаульской галерее Республика ИЗО. Вход свободный. Елена Кузовкина, Александр Антропов. Наши новости. До наступления уникального астрономического явления осталось чуть больше 7 часов. Сегодня в час 30 ночи по местному времени произойдет затмение кровавой луны. В ночь на субботу, 28 июля, земляне станут очевидцами уникального явления – полного и самого продолжительного в 21 веке лунного затмения. Оно продлится почти 4 часа. Затмение назвали историческим. Оно совпадает с противостоянием Солнца и Марса, в результате чего красная планета максимально приблизится к Земле и окажется ярче других звезд. В половину второго ночи спутник закроет тень Земли, и Луна приобретет кроваво-красный оттенок. Астрономы отмечают, такого сочетания земляне не увидят еще более 200 лет. Так что советуем не упустить возможность насладиться редким зрелищем. Лишь бы погода позволила, и как раз сейчас о ней спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». А какой глицин принимаете вы? Принимайте глицин «Форте Эвалар». Он отличается высоким содержанием глицина, усиленного витаминами для мозга. Качество гарантировано международным стандартом GMP. Глицин «Форте Эвалар». Почувствуйте разницу. 28 июля в крае переменная облачность. Местами пройдут дожди. Ветер северо-западный умеренный. В Заринске днем всего около 17 градусов выше нуля. Плюс 20 ожидается в Белокурихе, Камне-на-Аби и Кулунде. Теплее всего в Олейске – до 23 градусов выше нуля. В Барнауле ночью без осадков и около 14 градусов. Днем до 18 и дождь. На этом у меня все новости. Телефон редакции в Барнауле 722-440. Отличных вам выходных и до встречи. Личный кабинет налогоплательщика юридического лица – это электронный интерактивный офис, который упрощает взаимодействие с налоговыми органами. Он позволяет сэкономить время на личных визитах в инспекцию, получать необходимую информацию и решать многие вопросы удаленно, через интернет. Для доступа к личному кабинету руководитель или лицо, имеющее право действовать от имени организации без доверенности, должен получить сертификат ключа электронной подписи в любом удостоверяющем центре, аккредитованном Минкомсвязи России. Для первого входа в кабинет руководитель организации должен подписать соглашение о предоставлении доступа и пройти процедуру регистрации. Эта процедура необходима для обеспечения максимальной защиты данных организации от несанкционированного доступа. После регистрации руководитель может предоставить своим сотрудникам различные права доступа к сервисам и данным. Например, бухгалтеру могут быть доступны данные по всем филиалам, но только в рамках просмотра сведений о расчетах с бюджетом, а директору филиала – все сервисы, но только по своему подразделению. Личный кабинет предоставляет большое количество сервисов для общения с налоговыми органами. Зарегистрируйтесь. Это действительно удобно. Добро пожаловать! Василий Клочков был зачислен в 316-ю стрелковую дивизию, которой командовал генерал-майор Панфилов. В ее составе попал под Москву. В ноябре 1941-го во главе группы истребителей танков отражал атаки противника. Группа, вошедшая в историю как 28 героев-панфиловцев, уничтожила 18 танков. На всю страну стали известны слова Клочкова «Велика Россия, а отступать некуда позади Москва». В критический момент он бросился со связкой гранат под вражеский танк. Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно. Навечно зачислен в списке одной из воинских частей. Его именем названы улицы в Москве, Царатове, Вольске. Субтитры создавал DimaTorzok